Продолжение следует... Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. В то утро Василий Зарубин, как обычно, остановился в небольшом леске по дороге на работу, чтобы собрать молодые ягоды рябины для своего любимого чая. КОНЕЦ 20 июня 1945 года вблизи железнодорожной станции Ульяновка Васильковского района Киевской области в лесопосадке сторож местного совхоза Зарубин обнаружил труп молодого мужчины и вызвал милицию. Дело передали в Киев. На место происшествия выехала оперативная группа под руководством майора Гупола. Скальпель обычный, есть клеймо в виде галочки. Наталья Владимировна, отпечатки? Попробую. А что за галочка? Да мало ли. Что вообще интересно? Документов при нем не было, скорее всего фронтовик. Ну, в наше время без документов не ходят. Могли стащить. Весь мешок был пустой. В нем был стандартный набор фронтовика. Фляжка, кружка, веревка, шоколадка. И фотокарточек нет? На нательнике есть армейский штамп в виде звезды. Маркировка наркомата обороны. У него еще шрамы имеются. Осколочные. И наколка. На правой руке убитого была татуировка цифры 1920. Похоже на год рождения и слово «Слава». Имя? Может. Время смерти можешь сказать? Пока нет. А это что? Руки сбиты. Возможно, убитый с кем-то дрался. Там есть следы мотоцикла. Попробую сделать слепок. Всех фронтовиков в селе сторож знал. Убитого он не опознал. В селе фронтовики по имени Слава есть? Нет. Точно нет. Вчера, говорят, Ленька Приходько к Заре приехал с другом. Оба вояки. К Заре в смысле к рассвету? Нет. Это фамилия. Да ярко любка Заря. Она с Ленькой еще до войны путалась. И долгой? Точно. Вчера такой сабантуй закатили. Отмечали счастливое возвращение. Победу. Хорошо. Что, Василий Лукич? Могу время смерти сказать. Фронтовика убили между пятью и шестью часами утра. Есть запах алкоголя. И... Что-то настораживает? Понимаете, скальпель – сомнительное орудие для убийства. Лезвие короткое, рукоятка неудобная. Этот инструмент хорош только для надрезов. Если бы убийца готовился, нож бы взял, топор. А это хирургический инструмент. Ну да, в селе такое сейчас искать. Разознаем. Так может, и не в селе. Мимо проходил, мало ли. До другого села здесь сколько? Верс семь. Верс семь мимо проходил. С села все-таки начнем. Давайте опросите там всех. Кто-то узнает. Опросим. Поможете? Начните с зари. Там, где пили, там и драка. А где драка, там и пришибить могли. Не соглашусь. Не в нашем случае. Скальпель – инструмент тонкий. Даже опытный хирург, держа его в руках, делает ошибки. А тут точный удар. Висок. Попасть надо. С пьяных глаз – это при большой удаче. Давайте, заканчивайте здесь, Василий Лукич. Заключение не тяни, хорошо? Опрос жителей села начали с доярки зари. Хозяйка встретила оперативников не очень приветливо. Добрый день, хозяйка. Че надо? Что-то не рады вы гостям. Так это, намахалась я уже с утра. Рук не хватает. Говорят, вечера фронтовиков встречали. И что? Я женщина свободная, могу себе позволить. Здравствуйте. А то, что языками чешут, не правда это? Брешут. Ну и где наши герои? Ну, один. Где-то здесь, точно здесь. А я говорю, я с дойки. Вчера они дорвались до самогона. Товарищ майор, тут есть один. Кто его так? Да с дружком напились и начали разбираться. У него спросите. Как его зовут? Ленька. Приходько. А дружка как? Славка, только его нет. Уехал. Славка. Странно. Вчера проехал и сразу уехал. Зачем же проезжал? Ну, он, может быть, и задержался. Да, вот Ленька. Любовь Заря призналась, что друг ее кавалера вчера во время застолья стал приставать к ней. Приходько это заметил и поссорился с приятелем. И я пыталась успокоить, ну, бестолку. И Славка этот психанул, взял котомку свою и ушел. Как полное имя-то? Вячеслав, Станислав, Владислав, фамилия? А я откуда знаю? Он мне документы не предъявлял. Ленька пришел, сказал, знакомься. Дружок мой, Славка. Да и все? Мы вынуждены задержать вашего Леонида. За что это? Если задерживаем, значит, есть за что. Грузите его. В лесопосадке около села Ульяновка Киевской области обнаружили труп молодого фронтовика Вячеслава Карася. Мужчину убили точным ударом скальпеля в висок. Сыщикам удалось выяснить. Накануне смерти он выпивал с другом Леонидом Приходько. Во время застолья мужчины поругались. Утром сыщики обнаружили спящего Приходько в окровавленной рубашке. Да что же это такое? Четыре года ждала фронтовика. Леонечка. Вы, гражданочка, не кричите. В том лесочке труп нашли. Похоже, гость ваш Славка. А вы, говорите, ссорились. Федоровна, ну скажите, ну побузили, ну хватит, ну не убивать же. Не он это, точно поручительство даю. Боровой это. А вы кто такая? Я соседка. Мария Федоровна, я вчера все видела. Мария Федоровна рассказала, что видела, как ветеринар совхоза Боровой вез Леньку с другом на мотоцикле. Резко остановился и стал с ними ругаться. Чего на тебя накатило-то? Слышь, глазастый, я тебе глаза вышибу. Ишь, напугал дядя. Пешком дойду не сахарный, у тебя я запомню. Убью. Фу. Ветеринар, говорите? Ветеринар. Специалист он хороший, все делает. А орал чего тут, пьяный? Да нет, они вчера еще трезвые были, не знаю. Да ему много не надо, чуть поперек слова сказали, он и в драку лезет. А Ленька он безобидный. Разберемся, а Эболитом потом займемся. Встаем, встаем, пошли. Чего? Куда пошли? Подымайся. Лешка. Протрезвев Леонид Приходько опознал убитого. Это был его знакомый Вячеслав Карась. Приходько и Карась в апреле 45-го оказались в одном госпитале. Карась с осколочным ранением, Приходько с контузией. Там они и встретили победу. От Карася Леонид узнал, что тот из Венецкой области родные погибли. По выписке Приходько пригласил знакомого погостить. В доме до яркой зари между Приходько и Карасем произошла ссора, потом драка. Рубаху Леонида, залитую кровью, отдали на экспертизу. Но медицинский скальпель, как орудие убийства в руках Приходько, выглядел неправдоподобно. Оперативников заинтересовала история странного конфликта с Иваном Кузьмичем Боровым, местным ветеринаром. Фото взяли в дирекции совхоза, сняли с доски почета. Сам Боровой был в отъезде, поговорить с ним не удалось. Проспался? Что с губой? Ну или упал, или подрался. С кем? С кем пил, с тем и подрался. Значит, со Славкой Карасем. Значит, со Славкой Карасем. Хорошее дело. Из-за чего подрался? Не, ну ты спросил. Я по-другому каждую драку свою помню. У Любки спроси лучше. Я, между прочим, на фронте фашистов бил. Я что, не имею права выпить? Имеешь. У тебя в военном билете отметка госпиталя. Скальпель в госпитале потянул. Чего? Какой скальпель? Посмотри. Это результаты экспертизы. Экспертиза показала, что кровь на рубахе Леонида была не его. По группе и Резусу она совпадала с кровью Вячеслава Карася. Этот скальпель мы вытянули из башки твоего дружка. Славка? Что хотите сказать? Это я Славку? Я не мог. Я не мог. Не мог или не помнишь? Повторяю вопрос. Чей скальпель? Да не мой, это скальпель. Может, Славке? На кой он ему? У Славкин нож был трофейный. Нож описать сможешь? Лезвие толстое, ручка костяная и птичка нарисована. В вещах погибшего мы ножа не нашли. Ну, я откуда знал? Я не брал его. Давай-ка с самого начала. Что было 19-го числа? Что было, что было... А! До Киева мы со Славкой на перекладных добрались. А дальше на пригородном поезде до Устиновки прямиком. На перроне станции Устиновка Приходько увидел ветеринара. Тот предложил довезти его с другом на мотоцикле. А с ветеринаром из-за чего поссорились? Я не знаю. Я не помню. Знаешь и скрываешь. А тебя подозревают в убийстве фронтовика. Геройского человека, между прочим. Из-за препятствий следствием. Пистолет. Пистолет Славка у него дошел. Сев в коляску, Вячеслав Карась нащупал под сидением что-то твердое. Вытащил. Это оказался пистолет ТТ. А ну, положь, где взял. Воевал? Не твое дело. А может, тебе его немец подарил, когда снял с убитого советского офицера? Да что ты мелешь? Кузьмич, ты бы не шутил с таким. Может, и документики у тебя на него есть? Ну, если нету... И что тогда? Тогда, доктор Коровий, тебе нужно фронтовикам спирту привезти. Не в моих это правилах. Ладно, положи на место, и я тебе пол-литр привезу. О, скупишься, дядя, скупишься. Пистолет дороже обойдется. Ты на оккупационной территории что делал? Слав, да заканчивай уже. Ах ты, гад, да я всю гражданскую, а ты на меня. А ну, вылазь, вылазь давай. Кузьмич, да не серчай, Кузьмич. Глаза, стои. Я тебе глаза вышибу. Ишь, напугал. Пешком дойду, не сахарный. Ну, тебя я запомнил, дядя. Убью. Что дальше? Ну, дальше добрались до Любки, и там, как полагается. Поляна, за победу. Есть у меня предположение, что ты убудешь следствие. Учти. Если отпечатки на скальпеле твои... Ну, не я Славку порешил, не я! Вскоре эксперт-криминалист Житкова сообщила. Фрагмент отпечатков на скальпеле похожий на отпечатки Приходько. Но абсолютной уверенности у криминалиста не было. Гупола проверил информацию о пистолете ТТ, который Приходько видел у ветеринара. За боровым оружием не числилось. Каким образом пистолет оказался у ветврача, неизвестно. Для следствия открылся новый возможный мотив убийства. За хранение незаконного оружия была предусмотрена уголовная ответственность. Со скальпелем Боровой обращаться умел, и у ветврача этот инструмент был. Согласно характеристике односельчан, ветеринар был человек вспыльчивый и решительный. Он вполне мог таким способом избавиться от свидетеля. Но тогда почему только от одного нужно было разбираться? Макар Иванович, готовы? Поехали, машина ждет. Ты проверил? Ветеринар дома? Решили с Иваневичем не соваться, чтоб не спугнуть. Не вспугнуть? Да уже весь район гудит, что человека в лесу угробили. Он что, дурак? Или слухом не верит? Да. Кто? Хорошо, давай ко мне. Ну, если у него рыло в пуху, то он в голове уже сто раз все вопросы прокрутил. Когда майор Гупова и оперативник уже собирались в Ульяновку, пришла доярка Заря и попросила выслушать ее. Ну что, давай послушаем, гражданочку. Всегда интересно. Садитесь, рассказывайте. В общем, тогда, два дня назад, выпили они крепко. Ну и Славка этот ко мне полез приставать. Ленчик, договаривайся. Помню, помню. Ну, это Славка, фронтовой мой брат. Прежде девку надо. Только такую, чтоб не выкобенивалась. Так это, подругу можно. Бальку-солдатку. Ну, только поздно уже. Завтра давай. Завтра? Завтра. А чего этого завтра счастливого ждать? Разрешите на танец. Завтра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты чего? Да ладно, ты чего? Ты же тоже не сладкие времена пережила, а Ленька твой сегодня не боится. Ты грабли-то прибери. Да спит он, спит. А баба, ты сочная. Пусти. Это сухпоёбку дают. Но одного тебя по-хорошему на всех хватит. Ты что? Отпусти. Леня! Да не пусти. Баба! Леня! Леня, хватит! Леня! Да спусти! Да пусти, да хорош! Аградова! Хорош! А ты! Сбалась! Хорош! Леня! Леня, отпусти! Леня! Так ты друга привлечаешь. Стой! Куда же пьяный глаз-то? Слава! Слава! Да погоди! Слава! Дурья! Так вы дружка своего позволять пришли? Да говорю, не Ленька это. Он хоть и пошёл за ним, но быстро вернулся. А до лесочка там идти надо. Не успел бы он. Мы сейчас к вам в Леонавку едем. Вот и проверим. Успел бы или нет. Ещё до разговора с Зарёй интуиция подсказывала майору Гуппола, что не Приходько убил своего боевого товарища. Оперативники осмотрели дома Приходько и доярки. Вещей, которые могли бы принадлежать убитому, там не нашли. Избавиться от них Приходько бы не хватило времени. Он был мертвецки пьян. Повторная доктилоскопия показала, что некоторые фрагменты отпечатков на скальпеле принадлежат не Приходько и не Карасю. Майор Гуппола рассчитывал, что допрос ветеринара Борового поможет следствию продвинуться вперёд. Основание для допроса – незаконное хранение оружия. Оперативники наведались к ветеринару, но дома его не оказалось. На двери висел замок. Сыщики обратили внимание на следы от протектора. Шин во дворе. И шо это вы туша стоите, когда хозяев дома нет? Выходите давайте быстро, а то я милицию позову. Не надо никого никуда звать. Мы уже здесь. Хозяина давно нету? Ну, третий день. Он как за лекарство поехал, так и не вернулся. Как так может быть? Собачка с голоду помрёт. Да не помирай, а то подкармливаю я кобеля. Ключ от дома есть? Нет, а чего это? Случилось что-то? Давно его видели. Я не видела, слышала. Соседка ветеринара рассказала, что рано-рано утром, в среду, 20 июня, она проснулась от звука работающего мотоцикла. Боровой так рано уезжал только на поезд, который отправлялся в Киев. Давай на станцию, узнай, где мотоцикл. Может, кто-то что-то видел. Понял. А мы будем скрывать дом. А вы, гражданка, не уходите, понятой будете. Мотоцикл ветеринара оперативник Солоневич увидел на железнодорожной станции. В коляске под сиденьем обнаружил оружейное масло, что косвенно подтверждало рассказ Приходько о пистолете. На дне коляски нашёл также тряпку с пятнами засохшей крови. Позже экспертиза показала, что по резусу и группе она совпадает с кровью Вячеслава Карася. Осмотр дома ветеринара результатов не принёс. Медицинских инструментов там не обнаружили. Так что выяснить, принадлежал ли скальпель Боровому, не удалось. Ветеринара стали искать в Киеве, так как в Ульяновку он больше не вернулся. Через паспортный стол узнали, что по адресу Нагорная, 23, квартира 17, проживает родная тётка Борового, Мария Петровна Кучеренко. Кто вы такие? Что вам нужно? Мы из милиции. Я не вызывала. Нам нужен гражданин Боровой. Не знаю такого, нету. Не знаю или нету. Гражданка Кучеренко. Вам зачитать раздел уголовного кодекса про укрывательство? После окончания войны страна столкнулась с разгулом преступности. Этому в том числе способствовала и сталинская амнистия в честь победы над Германией. Сотрудников правоохранительных органов не хватало. Не было средств для оперативного реагирования. И многим преступникам удавалось скрываться от правосудия. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, правительство ужесточило законы. Теперь не только соучастие и укрывательство карались законом. Любой гражданин мог угодить на скамью подсудимых, если просто не сообщил представителям правоохранительных органов сведения о преступнике или подозрительном поведении любого человека. Проходите, пожалуйста. Ну что же вы сразу не сказали? Мы же порядок знаем. А если знаете, ответьте на вопрос. Племян нигде? Да вот там отдыхает. Гражданин Боровой? Ну я. Ищем и вас. А что меня искать? Я ж в прятки ни с кем не играю. А у вас собачка дома некормленная? Ничего. Ей это даже полезно. Хватит. Я майор Гупола. А вы подозреваете в совершении убийства. С ума сошел. Кого это ты там? Гвардии старшину. Карася Вячеслава Петровича. Да я же даже не знаю такого. А убить можно и не знаю. У вас с ним ссора была 19 июня. А Ленькин друг что ли? Ну за такое не убивают. Ну поссорились и забыл. Я их подвозил на своем мотоцикле. А потом высадил и больше не видел. Дураками нас считаешь? Родин. Покажи ему бумажки. Борового ознакомили с результатами экспертизы и свидетельскими показаниями. Решили убрать свидетеля, чтобы про ТТ не сообщил? Да я тут ни при чем. А ты читай внимательнее. Возле трупа следы твоего мотоцикла. Тряпка с кровью. И скальпель поди у тебя есть. Выводы сам сделаешь? Подождите, подождите. Это не я. А мы сейчас отпечаточки откатаем и посмотрим, ты или не ты. Да никого я не убивал. Клянусь Богом. Сними отпечатки, проверь. А что ж тогда убежал и у тетушки отсиживаешься? Да я вообще не хотел в это дело ввязываться. На меня полсела зуб точит. Думаю, пусть сами разбираются. А этого Славика я видел в лесу. Ваша правда. Это Ленька его. По пути на железнодорожную станцию Боровой увидел, как из леса в направлении дома шел шатаясь Леонид Приходько. Его рубашка была в крови. Что за черт? Ничего себе. Допрыгался. Доходит. Вот откуда там следы моих шин. В лесу в такую рань никого больше. Когда Приходько я видел? В пол шестого. Это я точно помню. У меня привычка такая. На часы смотреть, когда что-то случается. Карась был еще жив? Да ходил. Я-то знаю. А тряпка, испачканная кровью? Да какая тряпка? Не видел я никакой тряпки. Может, мне ее подбросили? Кто? Зачем? Ну я не знаю. Ну подумайте сами. Скальпелем. Ни камнем, ни ножом, ни дубинкой. И точно в височную кость. Вот и ответь. Мог Приходько это сделать? Ну, наверное, нет. Он еле на ногах стоял. А галочку ты зачем на скальпель поставил? Чтобы не украли? Какую галочку? Это только солесаря инструменты царапают. А у нас у медиков так не завидено. Я покажу. Вот. А теперь больше ничего не трогать. А мы думали, где инструментик. В лесопосадке около села Ульяновка Киевской области обнаружили труп молодого фронтовика Вячеслава Карася. Мужчину убили точным ударом скальпеля в висок. Сыщикам удалось выяснить. Убитый конфликтовал с местным ветеринаром Иваном Кузьмичом Боровым. Тот угрожал Карасю. В день убийства ветеринар исчез из деревни. Выяснилось, он уехал к своей тетке, прихватив саквояж с медицинским инструментом. Ни на одном инструменте Борового не было клейма в форме галочки, которая стояла на скальпеле. Если сравнить тот, которому убили карася, и скальпеле ветеринара, они отличаются. Сталь этого гладкая, хорошего качества. Скальпеле Борового проще. По результатам дактилоскопии отпечатки на орудие убийства принадлежали не Боровому. Сыщики нашли пассажиров, которые видели в то утро ветеринара на станции. Ехали с ним в поезде. Никаких следов крови на нем никто не заметил. В 6.50 электричка уже была в пути, и он просто бы не успел отмыть руки и одежду. Боровой, конечно, мужик нервный, но не дурак. Зачем убивать одного, если пистолет видел и второй? И скальпель в башке оставлять. Смысл? Ну, например, навести наложный след. Так навести, чтобы на него подумали? Клеймо. Ты с медиками говорил? Говорил. Все в один голос говорят, что заводское клеймо бывает. Галочка. Никто такого клейма не знает. Да и нет такой фабрики, которая... Да понял, понял. Подождите, Макар Иванович. Я, когда Приходько допрашивал, он описывал нож карася. Сказал трофейный. Рукоятка костяна, и на ней птичка. Птичка, говоришь? Птичка. Ты сказал галочке. Галочка. Да какая хрен разница. Получалось, что у карася был трофейный нож, на рукоятке которого было то же клеймо, что и на скальпеле, которым его убили. Что означает этот знак? Обыкновенная галочка, буква В латиницей, предстояло выяснить. Правоохранители разослали ориентировку на нож, описанный Приходько. Пришла информация, что несколько дней назад с таким же ножом был задержан местный бандит Костя Черный, который промышлял гоп-стопом на Татарке и в прилегающих к ней районах. Ну вот, Макар Иванович, наш гоп-стопник. Твой трофей? Только на понт не надо. Я его нашел. И где же такие ножи валяются? А, черный? Тут такое дело, на ножике там труписит. Да вы че? Какая мокруха? Давно нашел? Да пару дней назад. Где? В лесу. Грибники обронили. А хоть и так. То есть пишем показания? Хорошо. Пишем в лесу. Да вы че? Не гони картину, хозяин. Ножик нашел. Статью ты себе расстрельную нашел. В лесу это героя войны. Прямо в висок. Забыл, что закон военного времени никто не отменил? Все, дело можно заканчивать. До сегодня мы правимся. И в длинный коридор его. Да вы чего? Не мой нож. Чей? Мужика одного. Нет, нож у него спер. Он в форменной фуражке был. Военный? Нет. Лесник. Или железнодорожник. Не знаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Вот и все, никакой мокрухи. Нож у него в планшете был. Что еще? Деньги, документы? Начальник, клянусь, ничего не было. Я еще удивился. С виду вроде приличный клиент. Думал, деньжатами разживусь. Там только это. Вспоминай, как выглядел. Я опишу, я его рожу хорошо срисовал. Вот портрет неизвестного, у которого, по словам Черного, он украл нож. Молодой мужчина лет 25. Волосы русые, короткие. Глаза широко поставлены. Широкие скулы. Леонид Приходько и жители села Ульяновка его не опознали. Ветеринар Боровой незнакомца тоже не знал. Майору Гупола предстояло не только выяснить, кто он, но и разобраться, как нож убитого Вячеслава Карася оказался у него. Сам Черный к убийству отношения не имел. 19 и 20 июня он провел в отделении милиции. Накануне в пивной на прорезной он учинил пьяный дебош. Давайте рассуждать логически. Скальпели нож хоть внешне похожи, но применение у них разное. Правильно? Умно. Дальше. Такой знак может быть и на других вещах. На каких? Ну, я не знаю. На ложке, кружке, мушт одежде. У меня бабуля на белье крестики вышивала, чтобы бабы на речке не перепутали. Ну, вот видите? Так это на белье. Клеймоник кустарный. Значит, ставилась на многих вещах. Ребята, с вас боевые 100 грамм. Я связалась со смешниками. У них рубашка есть с такой же галочкой. И не галочка эта. А что? Птичка. Смотри. Объединенные буквы Н и В, обозначающие слово Нахтфогель. Ночные птицы. Диверсионная разведшкола Аббара. Так это что получается? Если у Карася был нож, он что, предатель? Много пили, как для выпускников такой школы. Документов мы не нашли. Документы. Вот мотив. Майор Гупола понял. Целью убийцы были документы жертвы. Значит, преступник сейчас скрывается под именем Вячеслав Карась. Информацию смешникам отправьте. И ориентировку разошлите. Проверяй документы всех на имя Вячеслава Карася. И портретик того мужичка, которого черный обокрал, разошлите. Ориентировка была разослана во все крупные города. Дошла она и во Львов. Здравия желаю. Проверка документов. Что в такую рань-то? Да так. Поезда хлопца дожидаюсь. А какого поезда? Да любой. Лежащий до Веницы. Домой, хлопцы. Махарочка угостить. Спасибо. А сам-то откуда? Из госпиталя. Абина перед самым победой накрыла. Бывает. Сами-то воевали или как? Воевали. А документики можно? Можно. Карась Вячеслав Иванович. Фамилия-то какая? Смешно? Нет. Всем клички давали, а я всегда Карась. А пойдемте, Вячеслав Иванович, в отделение сходим. Сходить можно, только поезд. Успеешь. Без тебя не тронется. А документики можно? А документики пока у меня побудут. Ладно. Так, махарочка нет? Не курим. Стой, сука, стой, гад! Диверсанты, который скрывался под именем Вячеслава Карася, достаточно быстро идентифицировали. Илья Дмитриевич Мурашко, 1919 года рождения, уроженец села Красная Горка, Смоленской области. Проверался во Львов, оттуда планировал бежать в Польшу. В 45-м эшелоны с возвращавшимися домой солдатами шли сплошным потоком. На вокзалах и границах толпы демобилизованных. Проверки документов проводились, но шансы потеряться и пробраться за границу были высоки. Результаты дактилоскопии подтвердили. На скальпеле отпечатки Мурашко. Через два дня после задержания диверсанта Мурашко доставили в Киев. Абировская крыса. Что, думал он поймаем? А мы вот поймали. Поймали. Сколько лет потратите, чтобы всех перелавить? Сколько надо, столько и потратим. И это тебе мой последний ответ. Дальше мои вопросы. Почему Карась? В поезде услышал, что родных нет. Ехать не знает куда. Я и подумал, что они кинутся. А если бы они не поссорились и не выбежал он из дома, что бы ты делал? В доме положил бы. Всех положил бы. И бабы положил бы. Ясно же, волчара. Давно вы красноперые баб стали жалеть, а? Я их в Киеве засек. Курили, кричали громко. Мне документы чистые нужны были. А в Ульяновке патруля нет, лес кругом. Мурашка ехал в соседнем вагоне. Быстро отыскал в селе дом доярки, где гуляли Приходько и Карась. Стал наблюдать. Славка! Давай. Давай, давай. Хлеб и сало будем вот этим ножом резать. Я его у падлой Адверовской отобрал. А потом в брюшину воткнул. Мы тогда с ребятами человек десять перевалили. Да не, у меня обычный нож есть. А этим брезгуешь? Ну, за победу. За победу. Карась, когда ножик показал, ну и про десяток рассказал, я и понял. По словам Мурашка, в апреле сорок пятого он вместе с группой должен был тихо перейти границу и спрятаться в Европе. Не получилось. Я на место приехал, а там все трупы. И кишки наружу. Так ты у нас мститель. Да вы же за своих тоже мстили. Ты нас с собой не равняй. Дальше что было? Видел, как поссорились. Сначала один выбежал, потом другой. Славка! Где ты там прячешься? Деток, куда ты положил? Детки, Игорь. Мурашка увидел, что Приходько не нашел приятеля. Эй, ты что, не видишь? Занята полянка. Удар, который нанес карасю диверсант, был особым. После него жертва оставалась в сознании еще какое-то время. При этом говорить, кричать, а потом и двигаться человек не мог. Тряпка окровавленная. Когда мотоцикл подбросил? На станцию я из леса выходил, видел, как мужик на мотоцикле проезжал. Ехал из Устиновки. Как же ты, красавец, такой и не усек, что щегол тебя обчистить хочет. Да я бы этого гопника двумя пальцами за кадык придушил. Положил бы на землю, валил бы. Мурашка хотел запутать следы, чтобы в убийстве подозревали как можно больше людей. Так что, не он меня, а я его. Нет. Он тебя. Если бы ты ему ножичек не слил, не сидел бы здесь. Да вы все равно мною восхищаетесь. Я действовал как профессионал. Гнида ты фашистская. Такое на тебе клеймо. Начальник, не суди. Да не судим будешь. Чего? Это ты проповеди уже не нам читать будешь. Едут за тобой. Диверсанты Илью Мурашка, который перешел на сторону фашистов в 1942 году, допрашивали до середины осени. Он сдал имена всех, кто прошел с ним школу Абвера. Благодаря его показаниям удалось разыскать еще несколько предателей в Киевской, Винницкой и Одесской областях. В декабре 1945 года вместе с другими военными преступниками Мурашка расстреляли. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Что? Такая красивая. Бросай Веньку, а? Гулять вместе будем. Руки убрал. Веня, мы просто танцуем. Чтобы я тебя возле нее не видел. Да, то что, а? Веня! Еще раз ты прикоснешься, я тебя убью. Да, напугал. Напугал, а? Веня, я не твоя собственность. С кем хочу, с тем и гуляю. Надоел. Больно? Нормально. Я не знаю. Я не знаю. в сторону! Негрись! Куда ты летишь? Соседи! Что это у вас все нараспашку? Соседи! Утром 6 июля 1969 года Нина Сергеевна Коваленко обнаружила труп своего соседа по лестничной площадке студента-медика Георгия Антифеева. Женщина сразу позвонила по телефону 02. На место выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем прокуратуры Борисом Семеновичем Никишовым. Ясно. А рост какой? Средний, высокий? Как мой внук ростом, а у него метр восемьдесят с копейками. Здравствуйте, Борис Семенович. Привет. Секунду. Борис Семенович, опросили свидетелей? Позже, работай. Что могу сказать? Смерть наступила в результате удара металлическим предметом в область теменной, височной и затылочной костей. Били три раза? Даже больше. Четыре-пять сильных ударов. По орудию соображения есть? Рисунок рано-характерный. Думаю, били молотком для отбивных. Так. Оригинально. На кухне я такой молоточек не обнаружил. Это тоже приобщи. Свидетель? Да. Видела, как из квартиры убитого выбегает молодой парень. Выбежал. Как сумасшедший. Будто его кто ужалил. Во сколько это было? Где-то в половине восьмого. Во времени смерти совпадает. А с семьей убитого вы хорошо общились? Нет. А они лет пять назад заселились. Он студент мединститута. Они в каком-то НИИ работают. Сейчас в Оренгое уехали. К родственникам. Значит, сын сам оставался. А сам Гоша? Что за парень? Хулиган? Да нет. Парень как парень. Только вот друзья у него как-то привезли его на огромной черной машине. Что за машина? А мне откуда знать. Огромная, лакированная. За рулем сидел шофер. В костюме, в темных очках. Морда наглая. Умеете удивить? Номер запомнили? Не весь. Здесь только ККК и барабанные палочки. Одиннадцать, значит. В лото играете? Да. Собираемся с девочками. Не модно уже. В шахматы играть надо. Заканчивай здесь, в мединститут поедем. Понял. Распишитесь. Следователь появился в мединституте, где учился погибший. Там его отправили в лабораторию, которой руководил доцент Волобуев. Я все сделал правильно. Не понимаю, почему тут не получается. Сейчас разберемся. Доцент Волобуев? Да, да это я. Следователь Никишов, прокуратура. Очень приятно. Сегодня утром в своей квартире был убит ваш студент, Георгий Антифеев. Как был убит? Вы что-то путаете. Мы только вчера все вместе на его даче были. Его уже опознали, ошибки нет. Когда вернулись с дачи? Сегодня первым автобусом. Уму не постижим, а такой же хороший парень. Вот этого знаешь? Ну чего молчишь? Я же вижу, что знаешь. Вы позволите? Это Веня Чеботарь, студент наш. А что с ним, что-то случилось? Как встретим, спросим. Где он живет? Живет в общежитии. Я знаю, почему вы его ищете. Вы думаете, что это он его убил? Вы знали, что они вчера на даче поцапались? Он только кричал, что убьет его. Веня добрый парень. Почему они поссорились? А вы не знали? Из-за чего они поругались? Товарищ следователь, не повышайте голос, это же ребенок. Из-за Тамары поругались. Так, Белых, бери этого же ребенка и едь в общежитие. На выход. А я к себе. Всего доброго. Здравствуйте. Скажите, Гошу точно убили? А ты кто и с какой целью интересуешься? Я Тамара Корчма. Учусь в мединституте. Дело в том, что сегодня утром ко мне приходил Веня. Ты зачем его убил? Я не убивал его, не убивал. Почему ты меня не слышишь? Я пришел, а он лежит. Что ты хочешь от меня? Уходи. Подожди, дай денег. Я знаю, у тебя есть. Сколько? Рубли пять. Ну. Ну. Вот, бери все и уходи. Только милиции. Уходи. Я не убивал. Сколько там было денег? Рублей пятнадцать. Кхе-кхе. Присядь. Как только Веня ушел, Тамара побежала к участковому. Тот поднял сводки, а также узнал, кто ведет дело об убийстве Антифеева и направил Тамару к Никишову. Наверное, на даче продуло. Здрасте. Здравствуйте. Привет. Значит так. Иди лечись. Если что, сразу же звони. Спасибо. До свидания. До свидания. Пока. А это кто? Тамара. Но она тебе не подходит. Чеботаря нашел? Нет, он сбежал. Сосед по комнате дал показания. Сказал, что Чеботарь пойдет с утра Гоши домой разбираться. Умеют эти женщины все усложнить. Ладно. Объявляем Чеботаря в розыск. Борис Семенович. А чего это? Она мне не подходит. К поискам Вениамина Чеботаря подключили не только Краснодарский уголовный розыск. Айтировки на него разослали в соседнюю Адыгейскую автономную область, Ставрополь, Ростов и в Абхазскую АССР. Через двое суток, пролетев более трех тысяч километров, в Краснодар прибыли отец и мать убитого Георгия Антифеева. Понимая их состояние, Никишов не стал приглашать родителей в прокуратуру, а сам направился к ним домой. В собственной квартире найден мертвым студент Кубанского мединститута Георгий Антифеев. Ему нанесли удары по голове молотком для отбивания мяса. Тело обнаружила соседка. За секунду до этого женщина видела, как из квартиры спешно уходил парень. По описанию установили, это был однокурсник убитого Вениамин Чеботарь. Накануне между ними произошел конфликт. Вениамин угрожал убить Георгия. Тамара Корчма, студентка того же института, сообщила. Утром к ней приходил Чеботарь, попросил денег, клялся, что не убивал Антифеева. Чеботаря объявили в розыск. Я понимаю, это очень тяжело, но вам надо осмотреть квартиру. Возможно, что-то пропало. Все на месте. Я посмотрел. А вы знаете, я ведь даже ничего не почувствовала вот здесь. Ничего не екнула. Лариса, прошу тебя. Ну вот у Варя, когда Рома погиб, чашка разбилась. А у меня так спокойно там было. Рома, это друг Гоши. Они вместе учились в одной группе. Друг Гоши погиб? Когда? Три недели назад. Мы как раз к родне Варенгой собирались. Убийцу нашли? Да не было убийства. Несчастный случай. Он выпал из окна в институте. Давно Рома и Гоша начали дружить? Где-то полгода назад. У них увлечение было общее. Фотография. У вас есть фотография Ромы? Да, есть. Гоша его фотографировал. Я сейчас принесу. И еще такой вопрос. Как вы думаете, у вашего сына были враги? Да какие враги? 20 лет. Никишов показал соседке Антифеевых Нине Сергеевне фотографию Ромы. Женщина сразу узнала. Это был тот самый молодой человек, который как-то выходил вместе с Гошей из черной машины. Следователь предположил, несчастный случай, который произошел с Ромой, каким-то образом связан с убийством. Никишов поручил оперативнику разузнать подробности произошедшего с Романом Караваем. Оперативник Белых выяснил следующее. В день гибели Ромы 16 июня стояла жара. По словам свидетелей, студентов группы, Рома пожаловался, что ему нечем дышать. Поднялся на подоконник окна в коридоре, открыл створку и, внезапно сорвавшись, упал вниз. Суммедэксперт констатировал мгновенную смерть. По факту гибели Ромы Каравая возбудили уголовное дело. Однако с самого начала основной версией считалась гибель в результате несчастного случая. Сыщики собрали свидетельские показания, вскоре дело закрыли. 9 июля на автовокзале в Ставрополе милиция задержала главного подозреваемого в убийстве Георгия Антифеева Вениамина Чеботаря. По его словам, он направлялся к бабушке в Минеральные воды. Я его не убивал. Не убивал. Почему вы мне не верите? Наверное, потому, что ты пытался уехать в Минводы и там спрятаться. Наверное, потому, что тебя видели возле квартиры убитого. Наверное, потому, что ты при всех на даче угрожал убитому. Я понимаю, все против меня. Но я его не убивал. Я пришел к Гоше поговорить насчет Тамары, чтобы он от нее отстал. А когда я пришел к нему, он был уже мертв. Почему милицию не вызвал? Сыканул. Смотри, какой ссыкливый попался. Ладно, смотрю, не хочешь сотрудничать? Уйди. Пойдем, покурим. Вы Никишов? Да. А вы кто? А я мама Рома Каравая. Меня пускать не хотели. Сказали, что по мне дурдом плачет. А я знаю, кто убил Гошу. Умеете удивить? И кто его убил? Американские шпионы. Зря смеешься. У меня с головой все в порядке. Они сначала Рому убили, а теперь и Гошу. А почему они их убили? Думаю, завербовали. Они сначала согласились, а потом сообразили. Факты? Полгода тому назад Рома домой принес дорогущий фотоаппарат. Американский. Он сказал, что с рук купил, что вагоны разгружал. Но вы-то понимаете, откуда фотоаппарат? Понимаю. Дали американские шпионы. А как фотоаппарат называется? Кодак. Дорогой. Направили на кодек. А что было еще странного, кроме дорогого фотоаппарата? Неделю тому назад Гоша ко мне пришел. До сих пор не верится, что Рома все эти книги прочел. Все. Только какой теперь до этого долг? Ты выбери себе что-нибудь на память. Книгу возьму. И вот этот дневник, если можно? У Рома был дневник, а я и не знала. Формулы в основном. Это к учебе больше относятся. Конечно, бери. Спасибо. Ну, я пойду. До свидания. И я поняла, что он приходил именно из-за дневника. И именно за этого дневника его и убили. Американские шпионы. Борис Семенович. Минутку. Мне кажется, гражданка не совсем. Да я вижу. А что, если она права? Надо проверить. Поедь с ней, осмотри комнату сына. Дорогу покажете? До свидания. Мать погибшего студента мединститута Варвара Ильинишна Каравай. Инвалид второй группы. Работала библиотекарем в Краснодарской краевой библиотеке имени Пушкина. В 1942 году, во время эвакуации из Ленинграда, попав под бомбежку, получила контузию. Ее последствия женщина ощущала всю жизнь. Услышав звук отбойного молотка или салют, она падала на землю, ожидая авианалета. Ильи начинала спешно собирать вещи. Ей казалось, что в город скоро войдут немцы. Из-за ее недуга многие говорили, что Варвара с приветом. Что-то нашли? А, вот это да. А я искала эту коробочку. Деньги. То есть деньги не ваши? Четыреста пятьдесят семь рублей. Да, Господь, с вами у меня никогда столько не было. Я же говорю, завербовали. А вот и кодек. Пустое. Вы не знаете, где Рома пленки хранил? А я все сожгла. Зачем? Ну, я думала, они шпионские. Но я вам сейчас кое-что еще покажу. Сейчас. Вот. Знаменск. Знаменск. После смерти сына я решила перестирать все его вещи. И вот нашла. Оказывается, весной Рома ездил в Знаменск. Но мне об этом ничего не сказал. Интересно, куда я ездил? Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Вот адрес я в жилетке нашла. Город Знаменск. Улица Янгеля, 9. Интересно. Варвара Ильинична, а вы нам про дневник говорили. Угу. Как он выглядел? Ну, он обычный такой, толстенькая тетрадка. Обложка из обоев. Из обоев? Ну, да. Рома сделал обложку из них. Мы ими комнату мою обклеивали. Это мне сестра Соленграда прислала. У нас такие не достать. В 60-е годы мечта всех новоселов СССР – красивые обои. Стены только что полученных квартир, окрашенные, как правило, стандартной зеленой или голубой краской, выглядели тоскливо и казенно. Обоями старались замаскировать шероховатости и создать в жилище уют. Произведенные по ГОСТу отечественные образцы разнообразием декора не отличались. Именно поэтому советские граждане предпочитали нашим импортные – финские, югославские или ГДРовские. Поражавшие фактурой и богатством орнаментов. Процесс поклейки обоев выглядел следующим образом. На грубо оштукатуренные стены квартиры наклеивались газеты, чтобы выровнять поверхность. Обычный самоварный клей не годился. Старались использовать дефицитный клей «Бустилат», разработанный в 60-х годах отечественными специалистами. Традиционно окончание ремонта отмечали щедрым застольем. А вы можете мне их показать? Да, конечно. Вот. А можно я оторву кусочек? Да, конечно. Мне они теперь не нужны. Знаменск. Что-то знакомое. Я узнал. Это закрытый военный городок. Рядом с ним расположен ракетный полигон. Называется Капустиньяр. Мне это все не нравится. Твой ход. Борис Семенович. Соседка Антифеевых рассказала нам про черную лакированную машину и про шофера в очках. А вдруг это и была американская разведка. Завербовали. А когда парни стали не нужны, ликвидировали. И ликвидировали молотком для отбивных? Типичный почерк американских шпионов. Борис Семенович. Согласен. Рома был парень странный. Но ты тоже не перегибай. Давай-ка обо всем расспросим доцента. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Леонид Николаевич. 90 на 60, пульс 55. Очень хорошо. Здравствуйте. Ленечка, я сегодня очень хорошо себя чувствую. Ну, Иславна, ты помнишь, что после приема лекарства тебе нужно полежать. Хотя бы минут пять. Да, конечно. Счастливо оставаться. Я провожу. Хорошо. Рак, но мы боремся. Проходите. Ясно. Моя жена бывшая солистка кубанского казачьего хора. А женился я поздно, почти в 40 лет. И вы знаете, я был счастлив, если бы не этот диагноз. Присаживайтесь. Я слушаю вас. Нас интересует Рома. Что вы можете рассказать о нем? Рома, в отличие от Гоши, подавал большие надежды. Учился хорошо. Я бы даже сказал, какой-то страстью. При этом был необычайно скромен. Даже чересчур. Вы понимаете, Рома и Гоша, они разные. Я не понимаю, что их сблизило. Ромка был из бедной семьи, а Гошка достаточно обеспеченный. И мне кажется, что Гоша как-то финансово поддерживал Рома. Почему вы так думаете? У Ромы стали появляться вещи, которые он не мог себе позволить раньше. Да издеваться он стал как-то лучше. Может, подрабатывал? Может быть. Но когда занятия он не пропускал ночью. Но на занятиях он всегда выглядел свежим и выспавшимся. Никишов все больше убеждался, убийство Гоши Антифеева каким-то образом связано с гибелью Ромы. Для того, чтобы подтвердить эту версию, необходимо было собрать о Романе как можно больше информации. Следователю предстояло узнать, что обычный студент мединститута делал в закрытом военном городке. Оформив пропуск, Никишов направился в Знаменск. По адресу, который мать нашла у сына в кармане. Мы с Ромой познакомились в Геленджике, прошлым летом. Я приезжала к тете отдыхать, а он к бабушке. Мы потом еще год списывались. Боже, я не могу поверить, что он умер. Что было дальше? В переписке Рома сказал, что приедет ко мне в апреле. Мой папа пропуск ему заказал. И он приехал? Да. Я так долго ждала этой встречи, а все было не так, как я себе представляла. Рома был болен, у него кровь из носа ушла. Он, кажется, говорил, что у него что-то с сосудами. Лечился каким-то порошком. Вот таким я его и запомнила. Переписка после этого прекратилась? Пришло одно письмо, и все. Рома написала, что больше не приедет, что он очень занят, у него нет времени для встречи. Как вы думаете, почему он перестал писать? Не знаю. Наверное, потому что нашел другой. К приезду Никишова в Краснодар сыщики разыскали тот самый подозрительный автомобиль, на котором подвозили двух друзей к Гошиному подъезду. Черный Зим с госномером 02-11-К-К-К. Числился за Краснодарским концертно-эстрадным бюро. Нашли и шофера, который был за рулем. Им оказался приятель Гоши Евгений. Ну, рассказывай, что за делишки у тебя были с Гошей и Ромой? Какие делишки? Да не было никаких делишек. Один раз к нему обратился за помощью, вот и все. Очки снял, ноги поставил на пол. К кому обратился? К Гоши. В июне в наш театр опереты приезжали московские артисты с творческим вечером. Наш штатный фотограф заболел. И тут я вспомнил про Гошу, ведь у него был хороший фотоаппарат и штатив. Допустим, про Гошу я поверю. Но есть показания, что из твоей машины выходил и Рома. А, ну, выходил. Значит, после концерта все эти московские гости поехали на дачу к одному из местных артистов. Туда пригласили Гошу. Гоша взял с собой за компанию Рому. Правда, странный парень этот Рома. Я случайно услышал его разговор. Порошок выпил. Нет, зуть не прошел. Головокружения не было, но с утра немного тошнило. Уже легче. Да, конечно, все обязательно запишу в дневник. Дневник. Снова этот дневник. Чего? Ничего, свободен. Сопоставив рассказ Юлии и шофера концертного эстрадного бюро, Никишов дал задание оперативнику узнать у Варвары Каравай, чем болел ее сын и у какого врача наблюдался. Никишов полагал, что Рома мог доверять врачу больше, чем своей матери. Возможно, именно доктор мог рассказать про Рому то, чего не знали другие. Однако мать утверждала, что сын был абсолютно здоров. В медицинской карточке ни одной записи о каком-либо заболевании. Тогда Никишов решил проконсультироваться с субмедэкспертом, который проводил вскрытие тела Романа Каравая. Оказывается, ты его резал? Да. Смерть от падения с высоты. Перелом костей черепа со смещением. Переломы ребер, ушибы, печени, легких. Дальше копать не было смысла. Спасибо. Борис Семенович. Говори. Не знаю, важно ли. Этот студент-медик, которого молотком для отбивных убили, приходил ко мне по поводу этого парня. И что он хотел? Назвался его другом, интересовался причиной смерти и был уверен, что тот погиб не случайно. Почему ты раньше об этом не говорила? Не придал значения. Не быть тебе опером. Так значит, Гоша что-то подозревал? А что, если его убили из-за его связи с Ромой? Рабочая версия. Проходи, садись. Я вам же все рассказал. Что вы от меня хотите? Расскажи про Гошу и Рому. Они ведь дружили? Дружили, да. Кроме учебы, какие-то делишки у них были? У Ромки не знаю, а вот у Гоши с Тамарой были делишки. Смотри. Сейчас. Может, он был влюблен в меня? Не знаю. Но нарисовано красиво. Если об этом кто-нибудь узнает, я тебя убью. Поцелуйчик за молчание. Давай сюда. Да. Как выглядела тетрадка? Да. Обычная толстая тетрадь. Для конспектов. Обложка вроде забоев. Опять этот дневник. Уйди. Дима, надо еще раз поговорить с Тамарой. В общежитии Тамары не оказалось. Соседка по комнате сообщила, что девушка поехала к Софии Арбузовой. В собственной квартире найден мертвым студент Кубанского мединститута Георгий Антифеев. Ему нанесли удары по голове молотком для отбивания мяса. Следствие установило, за три недели до убийства погиб близкий друг Антифеева Роман Каравай. Его смерть приняли за несчастный случай. Парень выпал из окна. Следователь Никишов уверен, эти две смерти связаны между собой. Выяснилось, Роман вел дневник. Это была тетрадь, обернутая куском обоев. После смерти друга ее забрал Георгий. Но в квартире Антифеева тетрадь не нашли. Следователь предположил, в записи могла забрать девушка Георгия Тамара. К ней и направили сыщики. Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Нам сказали, Тамара у вас. Да, она должна вот-вот быть, но еще пока нет. Куда делись картины? Леониду Николаевичу пришлось их продать. Все деньги уходят на мое лечение. Извините. Алло? Да, Томочка, поняла. Это Тамара. Она сейчас в лаборатории. Будет к семи. Подождете? Спасибо. Мы, пожалуй, пойдем. До свидания. День добрый. День добрый. Вы ко мне? Нет, к Тамаре. Меня интересует дневник Ромы. Что там были за записи? Там не было никаких записей. Только рисунки. Рома рисовал меня без одежды. Дневник с собой у вас? Нет. С чего вы взяли, что он у меня? Тома, иди сюда. Иди, 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 иди. Иди, садись. Так, 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 спокойно. Сто рублей. Откуда деньги? Это перевод от родителей. Этот конверт вам только что Валабуев положил. Что, Леонид Николаевич, картины продали? В урне Белых обнаружил обложку от дневника. Борис Семенович. Знакомые обои. Что вы имеете в виду? А вот и дневничок. 29 мая. Мы на пороге грандиозного открытия. Пятый день приема порошка номер 19-H. Сегодня чувствую себя прекрасно. Схема подобрана отлично. Крепко спал пять часов. И тем не менее проснулся бодрым и полон сил. Носом кровь уже не идет. Мы гении. 30 мая открыл конверт. А там вместо 80, 100 рублей. Приятно. Впереди много всего интересного. Я завоюю мир. Используйте студентов как подопытных кроликов. Это все добровольно. История знает немало врачей-добровольцев, проводивших на себе клинические испытания новых лекарственных препаратов. В 1944 году доктор Роджер Смит из университета штата Юта рискнул испытать на себе свойства яда курары. Когда парализованным оказалось все тело и затруднилось дыхание, коллеги, которые присутствовали при эксперименте, срочно ввели доктору антидот. В результате стало возможным использовать курары для расслабления мышц при хирургических операциях. Одним из первых, кто испытал на себе сыворотку против яда гадюки, стал швейцарец Жак Понто. 5 мая 1933 года он дал укусить себя трем гадюкам и выжил. Позже аналогичные опыты врачи совершали при разработке антидотов против ядов других видов змей. Однако нередко исход эксперимента оказывался трагичным. Так великий шведский ученый, фармацевт Карл Шейле, погиб в день своей свадьбы в 1786 году, попробовав на вкус одно из своих открытий – синильную кислоту. Возьми трубку. Не, не тыкайте. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я слушаю. А, Лапочка. Да, хорошо, что ты позвонила. Да. Да, Тамары не будет сегодня. Да, и не забудь, не забудь выпить порошок номер 19. Да, я скоро буду. Вот как ты лечишь свою жену. Всеми способами пытаешься спасти. Используя здоровье из жизни молодых людей. Леонид Николаевич хорошо платит. Я лично претензий не имею. Где ты был в день убийства Георгия Антифьева? Я был дома. Мы проверим. Домой сегодня ты не пойдешь, Леонид Николаевич. Ты задержан. На выход. Руки. На выход. Почему согласилась на такой опасный эксперимент? Деньги нужны были. Ты знала, что Роман Каравай участвует вместе с тобой? Нет, я случайно узнала. Увидела у Гоши дневник. Что дальше было? Ничего особенного. Я пошла к Валабуеву и спросила, участвует ли Рома в эксперименте. Все. Ты сказала, что дневник Рома сейчас у Гоши? Да. Тем самым подписала Гоша смертный приговор. Я не знала, что все так закончится. Я не знала, что все так закончится. Никто никогда не знает. Можно? Да. По словам Софии, муж в полседьмого утра ушел на рынок. Хотя ходит туда только по четвергам. А у нас была среда. Отлично. И вот, что еще нашел. Приведи сюда Валабуева. А я проведу девушку. Пойдем. Леонид Николаевич. Ну вот и все. Антифеева убили в среду. 6 июля примерно в 7.30 утра. Ваша жена сказала, что в это время вас не было дома. Я думаю, на рынке вас никто не видел. Потому что вас там не было. Но самое главное, что рисунок на молотке полностью совпадает с рисунком раны на голове убитого. Не думал, что вы доверетесь до меня. Не думал. Когда у жены Валабуева обнаружили неоперабельную злокачественную опухоль, он не находил себе места. Но доцент взял себя в руки. Решил самостоятельно найти средства лечения. Стал добиваться, чтобы на базе института открыли новое направление для разработки лекарства. Но ему отказали. Сочли проект дорогостоящим и неперспективным. Тогда он решил самостоятельно синтезировать препарат. Доказать всем, что он без помощи сверху в состоянии найти панацею, которая победит страшное заболевание и прославит его как ученого. Гоша сам виноват. Лучше бы он так учился, как Солону с чужими делами. Можно, Леонид Николаевич? Да, давай я слушаю. Вот, посмотрите, пожалуйста. А что это? Это дневник Ромы. И? Ну, я думаю, это был не несчастный случай. Он был под воздействием каких-то препаратов. Ну, в общем, тут все описано. Сейчас. Вот. Ну, значит так. Ты пока об этом никому не говори. Я это посмотрю, и мы с тобой приимем решение. Хорошо? Да, конечно. Спасибо. Да, и тебе спасибо. Всего доброго. Да, до свидания. До свидания. Я не мог подвергнуть риску свои исследования. А смерть Ромы и Гоши ничто по сравнению с тем, что я делал. Леонид Николаевич, проходите. Да, спасибо, Бабушка. Да, присаживайся. Я тебе сейчас покажу записи в дневнике. Очень интересно. Очень интересно. Вот он. Открывай. Страница 7. Вот, вот здесь. Здесь. Ты ради спасения одной жизни был готов на смерть многих людей. Да. Не понимаете? Значит, никогда не любили. Я вот постараюсь объяснить на шахматах. Пешка, ладья, слон. Все хотят жить. И только игрок решает, какой ход ему делать. И какой пешкой жертвовать. разве одной дорогой и любимой фигуры. Я понял. Ты философ. Уйди. Подъем. За умышленное убийство и причинение вреда здоровью Леонида Волобоева осудили на 12 лет. Его жена София после суда прожила только 4 месяца. Для Тамары Корчмы последствия эксперимента не прошли бесследно. Она взяла к одному отпуску. По состоянию здоровья долго лечилась, но в свой вуз так и не вернулась. Через два года поступила в ветеринарный институт и стала лечить животных. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Федра! Федра давай! Давай! Давай еще воды! Да что тебя три! Не допомогут уже. Ну что ж пожарники не едут? Где Елизавета? В доме ее нет. Вот же Елизавета. Григорий Ильича Лукьяненко, главного инженера завода Ленинская кузница 25 июля 52 года под утро разбудил телефонный звонок. Ему сообщили, что ночью на даче в поселке Русановка случился пожар. Погибла его жена Елизавета. Лукьяненко много лет занимал руководящую должность на заводе. На работе был жестким начальником дома любящим семьянином. Услышав трагическое известие, он сразу же поехал в Русановку. К этому времени на место уже прибыла опергруппа во главе с майором Макаром Ивановичем Гупола. Сыщикам предстояло выяснить, был ли пожар несчастным случаем или это поджог. Не свезло хозяйки. Сгорело заживо. Вырваться не успело. Тело лежало возле двери. Дверь заперта была? А кто ж теперь скажет? От двери почти ничего не осталось. Тело лежало возле двери. Муж ее. Говорят, большой начальник на Ленинской кузнице. Лиза! Не надо, поверьте. Примите соболезнования. Как же это? Что же я Катюше скажу? Катюше это дочь. что-то есть, Наталья Владимировна? Вот канистра. Ваша? Не знаю, может быть и наша. Лиза хозяйство вела. И коробок обронили. Если бы эти спички были в сарае, сгорели бы. А они возле лежали. Хотите сказать поджог? Пока ничего не хочу сказать. Макар Иванович, посмотрите. еще один труп, судя по всему, мужчина. Завалила его. Вот сразу и не увидела. Кто это? Не знаю. Жена на даче одна была. Подойдите сюда, пожалуйста. это ж это ж Ляль Васильевна. Это ж Тимох. Соседи рассказали, что Тимофей Бабич местный пьяница, прописан в какой-то киевской коммуналке, но постоянно ошивался в поселке. Кормился подачками и тем, что украдет, ночевал где придется, часто в пустых домах. Вероятно, и в этот раз забрался чужой сарай. Может, курила и загорелась? Не похоже. Очаг возгорания был возле двери. Надо дождаться экспертиз от пожарников. Я первая проснулась. В окно поглядела, а сарай пылает. Я когда прибежал, уже все догорало. Бабы кричали. Мы ведрами поливали. Надо было тряпку на лицо за хозяйкой. Да какую тряпку полыхало, как спичка. Вы не знаете, чья это канистра? Васильевна, вроде твоя. Да еще сразу моя. В каждой даче таких канистр. А у тебя больше всех. И сорняки ты керосином и водишь, и Лизавету ты неси назанового. Слыхал, как недавно спорили. Елена Васильевна, у меня опять вонят вашего керосина в огороде. Вы же разумная женщина, в институте преподаете, а пользуетесь такими варварскими методами. А я что, твой огород поливаю? А ну не лезь ко мне. А вонь-то у меня вдруг загорится. Вы головой своей думаете? Что ты у меня тут командуешь? Пошла в свой двор и там командуй. Я тебе этот керосин сейчас на голову налью. Пошла! Командовать она хотела, потому и ругались. Ну, раз такое дело, значит, не померещилось. Что вы видели? Я на ночную рыбалку шел с вечера. Уже темно было, часов одиннадцать. И видел во дворе инженера вот Васильевну. Да врешь ты все, не было меня там. Продолжать. Я позвать хотел, но она как растворилась в темноте. Я тогда подумал, что привиделось. Что ты мелешь? Спала я. Проснулась от пожара. Пойдемте, как гражданка, посмотрим, где ваш керосин хранится. Пожалуйста. В сарае у Елены Гулько нашли несколько вот таких канистр. В 50-е годы вещь в хозяйстве обязательная. Большинство граждан готовили на примусах и кирогазах. На даче машины продающие керосин заезжали редко, поэтому дачники запасались керосином впрок. Ну и при необходимости выручали друг друга, давали с возвратом. Естественно, возвращали не обязательно в тех же канистрах. Елена Гулько говорила, что пустая канистра, которую нашли недалеко от пожарища, не ее. Да и как их различить? При осмотре сыщики обнаружили, что двор Гулько находится недалеко от сарая Лукьяненко. То есть женщина могла быстро и незаметно пробраться к соседям. Эксперты установили, что поджог сарая был совершен именно со стороны двора Гулько. Оперативники решили доставить Елену в отделение на допрос. В поселке Русановка Киевской области сгорел дачный сарай семьи Лукьяненко. В огне погибла хозяйка дома Елизавета и неизвестный мужчина. Соседи уверяют, второй труп это местный пьяница Тимофей Бабич. Криминалист определила, сарай подожгли целенаправленно. Под подозрение попадает соседка Лукьяненко Елена Гулько. Незадолго до пожара она скандалилась с Елизаветой. Сыщики решили допросить женщину. Товарищ милиционер, не я это. Одинокая женщина, так можно навесить на нее. Спала я. Во сколько спать легли? Не помню точно. В 10 часов. А проснулась уже полыхало все вокруг. Почему вы меня подозреваете? Ну, судя по всему, вы не очень-то дружили с соседкой. Я же не враг сама себе. Дома деревянные вокруг. Огонь мог перекинуться и на мой дом. А почему вы только у меня спрашиваете? У Григория спросить не хотите? Так вы же сказали, что спали. Ну, это я с перепугу сказала, я не думала говорить. Он человек большой со связями. Рассказывает. Ну, они с Елизаветой на крыльце шуметь начали. А я в окошко-то и выглянула. Ты? Че тебе занесло сюда среди ночи? Ты одна? Че пришел, че надо? Елизавета, вернись домой. К дочери. Дочери, может быть, бы я и вернулась, а к тебе? Забыла? Где бы ты была, если бы не я? Угнали бы в Германию или... Знаешь, что забыть никак не можешь, какой ты благодетель? А знаешь, приползу к тебе? Ты че совсем рехнулся на старости лет? Потом услышала, как машина завелась и отъехала. Только знаете что? Это все для отвода глаз. Спрятался где-нибудь и лиску-то того спалил. Кто может подтвердить ваши слова? А вы у водителя его спросите. Ну, только не скажет он. Мы спросим. Здесь подпишите. Из города никуда. Понятно? А дача? На даче можно? У меня ж сад, огород поливать надо. Идите, гражданка. Надо бы этого мужа проверить. И кстати, второе тело опознали? Некому. Но я дал запрос на Бабича. После пожара его никто не видел. По месту приписки он не появлялся. Ну, что ж, тогда давай к инженерам. А я с экспертизами поработаю. Эх, я пообедать хотел. Держите, Макар Иванович. Жена готовила. Жареный? О, давай. Хорошая у тебя жена вроде. поршава еще. Че стоишь? Иди. Иди. Оперативник заранее созвонился с Григорием Лукьяненко и попросил о встрече. тот сказал, что готов поговорить с ним в машине по дороге. Григорий занимался похоронами жены. Воспользовавшись минуткой, Чеботарь задал вопрос водителю, привозил ли он своего начальника в ночь пожара на дачу. А соседка по даче утверждает, что видела Лукьяненко и слышала звук отъезжающей машины. Какая соседка? Поселена? Вы не верьте. в машине ночевала в гараже завода. Я ее лично в пять утра взял, когда Ильич позвонил, сказал, что ехать надо. А в каких отношениях были супруги? Ну, что намекаете? Ильич жену обожал. Все для нее сделал. Она не работала, дочкой занималась. Ну, а погибшей что скажете? Ничего уж. Вредная баба была. Все и не так из мужа веревки веревок. Папа! Папа, не уезжай! Ну-ну, Катюша, нужно ехать. Вдруг ты как мама? Не смотри за ней. Катюша, девочка моя. Катюша, идем. Идем. Вас куда отвезти? Не цените, много дел. Хорошо. спрашивайте. Скажите, вы приезжали на дачу в ночь перед пожаром? Вы же меня там видели? Я утром приехал. У нас есть свидетельница, которая говорит, что вы были у жены незадолго до пожара и говорили с ней. Я не приезжал туда две недели. Понятно? Высади меня, я пройдусь. Или ничего не надо. Останови. Боя знал мне что это. А вдруг это он был? не ходил гвадин? Язык придержи. Держи. чуешь, шофер что-то знает. Давай допросим, Макар Иванович. Так тещи его сюда. Где он? Здесь, под кабинетом ждет. А пирожков не осталось? Жениться бы вам, Макар Иванович. Заходите. Макар Иванович. Мне работать надо. Я с вами по-человечески, а вы? А вы скрываете от следствия важные сведения. Знаете, что за это бывает? Я слышал, что вы говорили своему начальнику. Кто ему может угрожать? Не молчите, трепико. Я не знаю. Не советую. Я правду говорю? Точно не знаю. Это все началось месяца три назад, вся эта история с письмами. Последние три месяца Ильич часто пораньше с работы уходил. Посреди рабочего дня мог домой заехать, почту проверить. Если у самого не получалось, меня посылал. Но вот месяца полтора назад Папа! Папа, смотри! Смотри, письмо маме! Катя, отдай. Нельзя читать чужие письма. Это не чужое, а мамина. Ты что, уже прочитала? Ага. Пап, тут такая лисичка. Пап, тут такая лисичка. Папа! Ну, отдай, дрянь такая. Больно! Катюша, прости. Ну, прости меня. Отстань! Я не хотел. Отстань! Ну, прости, пожалуйста. Не подходи ко мне! Я не хотел. Хотел! Ну, прости меня. Это же не сейчас. Катя! И что же такого было в этом письме? Я успел прочитать только «Здравствуй, лисичка». кто это лисичка? Лиза Елизавета, жена Ильича. А что тут странного? Доджи сказала письмо для нее. В том-то и дело, лисичкой Елизавету только один человек называл, но его уже давно в живых нет. Ее первый муж, Ванька, Иван Скорик. Он погиб в первые месяцы войны. Так. Интересный поворот. Только странно все это. Даже если Ванька живой остался, через столько лет, откуда он мог взяться? Вы знали ее первым мужем? Мы на Ленинской кузне работали. Ванька в гараже, Лиза в столовой. И жили тогда как кошка с собакой. Он ее ревновал, она его унижала. Тут война. на следующий день после объявления войны Иван записался добровольцем на фронт. С женой решил не прощаться. Накануне кто-то рассказал ему, что Елизавета принимает ухаживание главного инженера завода. Куда? А как же мы? Ты о нас подумал? А ты подумала когда с инженером путалась? Слесарь значит тебя не устраивает. Это неправда. Кто тебе сказал? Я сам видел как ты к нему в машину садилась. Подвез раз и что. так теперь из-за этого Ваня бьют тебя там. Бьют. Вот и хорошо. Позора чувствовать не буду. Вань, любимый! Ванькина. Получается ее дочь не от инженера? Ванькина. Ну или еще ее как свою растет. А что Елизавета сразу за инженера замуж? Примерно через месяц пришла похоронка. Пропал без вести. Под Пинском. Ну в начале войны многие получали пропал без вести. И все понимали, что это все. И лично Елизавета давно заглядывался, а после похоронки вообще опекать стал. Завод тогда к эвакуации готовился. Лич предложил выйти за него замуж, чтобы Елизавета могла с дочерью Малой из Киева уехать. Елизавета конечно согласилась. Тогда они с заводом в Татарии уехали. В Киеве с приближением фронта остров стала задача эвакуации промышленных предприятий на восток страны. Индустриальная махина, которая появилась во время ударных пятилеток 30-х годов, требовала немедленного спасения. Была организована мощная кампания по переброске оборудования и специалистов. В летние дни 41-го года усилиями специально организованных бригад удалось совершить настоящее чудо. Промышленные гиганты вывезли из Киева за считанные дни. Одновременно проводили демонтаж оборудования, погрузку в вагоны и эвакуацию вместе с людьми. Работники неделями жили на предприятиях, не имея возможности прийти домой. Но благодаря им с начала июля и до начала сентября из Киева выехало 197 промышленных предприятий. Сроки, за которые снимали заводы и фабрики с мест, были немыслимыми. Например, всего 4 дня хватило на то, чтобы полностью демонтировать и погрузить в вагоны завод «Транссигнал», а 500 вагонов промоборудования Ленинской кузницы загрузили всего за 11 дней. Письмо видели откуда? Не видел. Ильич последнее время Пинском интересовался. Говорил, что поедем туда. Ясно. Спасибо, можете быть свободным. Оперативники отправили запрос в город Пинск Белорусской ССР и получили ответ из паспортного стола, что Иван скорик проживает в деревне Гутово Пинской области, состоит в браке с Анной Попелевичем. Майор Гупола позвонил в сельсовет, поговорил с секретарем. Та рассказала, что Иван работает трактористом в колхозе, но уже месяц его нет. Как передовека его наградили поездкой в Киев. Он уехал на неделю, но в село не вернулся. Жена поехала в Киев его разыскивать. Заявление в милицию почему-то писать не захотела. Вот заключение по трупу Бабича. Сначала задохнулся, потом только тело загорелось. Не могу свидетелей на опознание вытащить. Всем страшно. Да и как опознать угли от ней? Как Наталья Владимировна и предполагала, нет папиросы. Так, а это что? Одна нога короче другой? Этот Бабич кто-то говорил об этом? Так и не спрашивали. А надо спросить. Гражданин начальник. В чем дело? Мне к вам надо. За справкой я. Вы кто? Так значит я Тимофей Бабич. Бабич? Так точно. Мне справочка нужна о том, что я не того, а то мои соседи по коммуналке меня выплесать хотят. Собирайся ты короте в командировку в эту деревню под Пинск и разузнай там у местных не хромалый скорик. Думаете он? Предполагаю. Ты к местному фельдшеру зайди. Мне-то карту глянь. Там все должно быть написано про ногу. А я пока инженера на вещи. Это же совершенно другой расклад получается. Гражданин начальник, а как же я? Справочку напишите. Проходите. Когда Гупола приехал к Лукьяненко, хозяина дома не оказалось. Мы хозяйку сегодня похоронили, так он сказал, что дома не может. садитесь. Тогда могу я вам пару вопросов задать? Ничего ж, спрашивайте. Полина Дмитриевна, вспомните. Ой, что вы, Дмитриевна, Полина просто. Угу. Полина, скажите, а вы здесь ночуете? Ну, как хозяйка от нас ушла, так я сюда перебралась. Меня Григорий Ильич попросил, чтобы ребенок ночью один не оставался. Почему? Хозяин ночей дома? Бывает, что и ночью на завод выезжает, когда врал там у них какой-либо еще что. Беспокойная у него работа. Угу. А в ночь, когда пожар случился, Григорий Ильич дома был или уезжал куда-то? Уезжал, ближе к ночи, но приехал быстро. В котором часу это было? Уехал, когда. Не помню. А приехал ближе к полуночи. Нет, раньше, раньше. Он потом в кабинете закрылся, сидел, а уж после часы били. Угу. В Русановку ехать приблизительно двадцать минут. Что говорите? Ничего. Скажите, а вы знаете, почему он поругался с женой? Что между ним произошло? Да что? Катька что-то накрутила, письмо какое-то. Ты все знал? Да? Что надумала? Надо было давно это сделать. Катя, а ты давай собирайся. Катя, я без папы не пойду. Да какой он тебе папа? Да смотри, я еще слой, я... Хорошо, я понимаю. Я над дать пока поживу. А ты подумай, пусть Полина тебе привезет, когда надумаешь. Ладно? от кого письмо было знаете? Нет. Катька знает. Но травмировать сейчас ребенка... Ой, я посмотрю. Катя! К... Кать, а ты чего здесь? Книгу читаю. Под дверью? Дядя, подождите. Вот еще одно пришло. Я его тайком вытащила, папа не знает. Я не открывала, оно для мамы. Понятно. Вот это письмо. Майор Гупола сопоставил даты и понял. Видимо, на него отправитель получил ответ, раз больше не писал на домашний адвес. Письмо отправил примерно месяц назад Иван Скорик. Вскоре он приехал в Киев по путевке трудового коллектива. Тем временем оперативник Чеботарь побывал у фельдшера в деревне Гутово и попросил медицинскую карту Ивана Скорика. Оказалось, что у того было серьезное ранение в ногу. Кость неправильно срослась, нога стала короче. По этим приметам стало понятно. На даче инженера сгорел Иван Скорик, первый муж Елизаветы. Сычки поняли, что у Григория Лукьяненко был серьезный мотив для поджога. Ревность Лукьяненко вызвали на допрос. Вы знали, что Иван жив? Да, я знал, что Иван жив. Я встретил его после войны в 46-м он подошел к моему дому. Хорошо, в это время жена с дочерью отдыхали в Крыму. Я рассказал ему о том, что как только Лиза получила похоронку, она сразу вышла за меня замуж. Я убедил Ивана в том, что Лиза его не любит и давно забыла. И он исчез в неизвестном направлении. Я очень боялся, что он передумает и вернется, но ничего не происходило шесть лет. А вот три месяца назад на имя Лизы начали приходить письма. Я знал, что рано или поздно все откроется. Ваша соседка сказала, что видела вас на даче перед пожаром. По ее словам, вы угрожали жене. Да, я был там. Значит, ваш водитель нам соврал. Я приезжал туда на такси, Вася ничего не знал. Я не хотел перед ним позориться. Я просил ее, умолял, но, к сожалению, разговор не удался. Но я не поджигал дачу. Я приехал на такси и на этом же такси уехал. Мы опросим таксистов, но это ваш единственный шанс на алиби. В поселке Русановка Киевской области сгорел дачный сарай семьи Лукьяненко. В огне погибла хозяйка дома Елизавета и неизвестный мужчина. Его личность удалось установить. Иван Скорик, первый муж Елизаветы. Криминалист определила, сарай подожгли целенаправленно. Иван в начале войны ушел на фронт и не вернулся. Через много лет Елизавета получила от него письмо и поняла, что Скорик жив, а теперешний муж Григорий знал об этом, но не сказал ей. Лиза ушла от Григория. Он и стал главным подозреваемым в этом преступлении. Макар Иванович, а вы чего здесь? Перекур? Да, куришь? Нет, спасибо. Таксиста нашел? Нашел. Говорит слово в слово, что Лукьяненко. Привез на дачу в полодиннадцатого вечера, десять минут подождал и отвез клиента обратно домой. Получается, когда загорелась дача, Лукьяненко был далеко от поселка? А в его доме остался любовник жены. Теперь понятно, почему в сарае. Спрятался от мужа, решил не показываться, а инженер не стал вы себя обижать, сарай осматривать. Макар Иванович, знаете, что я подумал? Спички, которые нашли возле дома. Были Пинского комбината. Там моя мама работала. Ты что, из Белоруссии? Ага, оттуда. Я вот эти сейчас увидел и подумал. В Киеве в основном гомельские продаются, а наших пинских я никогда не видел. Да мало ли что. Пички. Время сейчас такое, возят с места на место. Пинские спички скорик мог привезти. Мог. Ты что, хочешь сказать, он сам себя поджег? Пропал. Не вернулся в Гутово, а жена за ним поехала. И что? Баба одна и соседи, которые пожар тушили. Говорила, ведро, трапка. Так в Белоруссии говорят. Трапку к делу не пришьешь. На Черниковщин тоже так говорят. Как ее звали? Не помню. Как же ее? Нюрка. Нюрка все говорили. Нюрка. Нюрка это Анна, кажется. Анна. Так. Вот, Иван Скорик. Женат на Анне Попелевич. Нюрка. Продолжение следует... Нюрка. Память. Поехали в Русановку. Нюрка? Зачем она вам? Вы говорите, говорите женщина. Приезжая. Попросилась по хозяйству помочь. Я и согласилась. Руки-то нужны. Поработала у меня пару дней. Потом вон к другим пошла. Откуда приехала, знаете? Откуда приехала, не знаю. А вот родом она из Белоруссии. Я же филолог, слышу. А что о ней знаете? Да ничего не знаю. Работала хорошо. Правда, эти перекуры ее. Не люблю я, когда женщина курит. Курила? А от спички прикурила? Да, а что? Ничего, с нами поедете. Оперативники первым делом хотели выяснить, действительно ли Нюра, это Анна Попелевич. Портрет показали Григорию, Кате и домработнице. Григорий и Катя женщину не узнали. А вот Полина ее вспомнила. Да, видела. Когда и где? Вспоминайте, это важно. Так у нас во дворе. Я с базара пришла. А когда? Может, недели две назад. Хозяйка уже на даче жила. Что она вам говорила? Она вам сказала, кто она? Сказала, что работу ищет такую, как у меня. Спросила, знаю ли кого. А вы? А что я? Я сказала, что сама скоро без работы останусь, потому что хозяйка мужа бросила и на дачу в Русановку переехала. У оперативников больше не было сомнений, что к поджогу сарая Лукьяненко причастна Анна Попелевича. Или Нюра, как ее звали люди в поселке. К этому времени Анна вернулась в деревню. Там ее задержали белорусские милиционеры и доставили в кабинет майора Гупола. Да, это я той сарай подожгла. И керосином облила, и спичку зажгла. Летом 41-го я его ранила. Я его в лесу нашла. И в подвале сховала. Три года ховала, поколь наши не пришли. Женка ее встала. Про ту женку с дочкой знала. Фотокарточку видела. Нюра знала о его семье. Он фотокарточку жены и дочери все время носил. М sust и Fit ré. Фотокарточку видела. Виде見, видео будет хорошо. Кости б工я. И про женку свою дня в войну, дня после войны не вспоминал. Десять годов прошло. И тут как назло ему путевку в Киев вручил. Он же передовик дурной до работы. А потом почтальонша мне рассказала уже. Ему письмо с Киева пришло. Я сразу поняла, что он от нее. Вот, в дороге поешь. Вань! Муторишь на мне что-то. Ну ты чего? Я ж ненадолго. Вернешься? Угу. Через неделю он не повернулся. А я поняла, что надо ехать. Как узнали адрес? А я вспомнила, что на фото он есть. Поехала туда. Суседи расповели, где теперь Лизавета живая. Сказали, что она цережонка великого начальника. Решили разбереть домработницу? А я за ней проследила. Думала, доведается правду, прогонит. А когда она той, что господиня с хаты ушла, сказала, я заразумела, и Иван мой усе не повернется. И вы решили их убить и поехали в Русановку? Не сбралась это где убивать. Вот, чьи я ему поглядеть хотела. Засталось это мне что мое? Продолжение следует... Котя не рассмотрела мужчину. Она все еще надеялась, что это не Иван. Потому дождалась, когда ее хозяйка уснет, и вернулась к забору проследить за соседями. Увидит кто? Он не приедет, да. На соседи мне плевать. Говорите, тебе станут плохо. Миша, ты осторожный какой стал. Мы немножечко посидим, а потом в дом пойдем. Я все о Каське думал. Я ее только маленькой помню. А если бы я знала, что ты живой, я бы сразу его бросил. Что делать нам? У тебя муж. У меня жена. Не люблю ее. И я ее. Но она мне жизнь спасла. Ну, если нам все вернуть. Я готов. Мюрке свой долг я отдал. Ты бездетная, она. Как же я тебя люблю. Нет. А знаете, к чему я бездетная? Меня немец прикладом у живот. Я отвлекла его, как в подвал не полез, где Ванька ховался. Значит, все заранее спланировали. Тую же ночь перетягнула канистру с керосином ближе к ей дома. Ты мой муж. Я тебя очень прошу. Иди быстрее в сарай, на глаза ему не показывайся. А я тебя потом сама позову. Когда Нюра увидела Григория, то поняла, в пожаре смогут обвинить его. Я больше просить не буду. Сожгу все к чертям. Прятаться будет негде. Приползешь, не пущу. Я приползу к тебе. Ты что, совсем рехнулся на старости лет? Ха-ха-ха. Как же исключилась у тебя моя лисичка? Как же исключилась у тебя моя лисичка? Как же исключилась у тебя моя лисичка? Как же�-ха. Как же исключилась у тебя моя лиса. Как же исключилась у тебя моя лисичка? Как же исключилась у тебя моя лисичка? Мне не могу сказать, кому 1500 лет делать сер kadar мимии многих дремес 제일 좋을girlайн. Как же исключилась у тебя моя лисичка? И вот и не п 감사합니다. Как же исключилась 필етивуш Hochhecht dancing piece Puisхак «Ли она». Как же исключилась про миряuje ​. Вовторской качия Libr accessories полечита Сергей Моск� correю dealt с мужик у тебя, помещ recoсться presetsong? он же ваш муж ради вам не жаль его было я думала что мой а он чужий мне чужого не надо и и и и и Анну Попелевич в суд приговорил к 20 годам лишения свободы. Она отсидела 15 и вернулась в родное село, где жила в одиночестве до глубокой старости. Катя так и не узнала, что Григорий не ее родной отец. Продолжение следует...